Георгий, прошу Ну шо, надо шо не глянуть Что у нас там по первому Чивка бы еще сейчас О, как раз моя любимая передача 2000-е годы стали поистине прорывными В области массовых телекоммуникаций Появляются телефоны, социальные сети Но лишь одно остается неизменным Горила в горле двух амбициозных молодых старшеклассников Андрея Гарибальди и Александра Брахиалеса И по традиции на 1 сентября Их классный руководитель проводит их разыскные мероприятия Но она не догадывается, что творится На турничках, на школьном дворике Это была наша молодость Наши двухтысячные И снова седая ночь И только ей доверяю Всем привет, друзья Проезжаем мимо нашей школы Вот она, короче Сегодня 1 сентября Как говорится, она 1 сентября А, а, никого нету, короче, друзья Уже закончилась линейка В общем, у нас, как обычно, по традиции На 1 сентября ливень Вон только три там каких-то чувака стоят Опаздываем, так сказать Вот, да, на линеечку опаздываем, так скажем Припаздываем Ну, как говорится, без горилки нельзя на тренировку, правильно? Поэтому едем за горилкой Нашли, короче, кстати, в Энергетик один Мы его уже затестировали сегодня, его купим Сейчас жестко не упарываемся, так чуть-чуть Вот, короче, Энергетик Red Bull со вкусом черники Если его сейчас там не раскупили, возьмем по скидке И отправляемся на площадку И, собственно, там уже расскажем все, что случилось за прошедшие дни Сентябрьский кач, короче, пацаны, вот, погнали Андрюш, подожди меня, подожди Подожди меня Я тоже хочу упороться Я тоже хочу упороться Молочка просто решили взять на 1 сентября Ну нахер Отец Ну ты видел, видел Буквы разные писать Тонким перышком не брать Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать Малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе Вычитать и умножать Малышей не обижать есть мнение что для натурал подходит только силовой тип тренинга это что типа подходит для химика на натурале не работает вот и как бы отсюда у меня встречный вопрос то есть по идее то есть на мне должен работать и пампинг и силовой тренинг правильно раз уж силовой тренинг на натурале работы вот и что случилось вот когда собственно в прошлом в конце прошлого кэмпа дам из когда кир еще был мы замеряли руки рука была 54 и я же рассказывал что я занимался силовой работы то есть в районе месяца где-то до пару недель там ну и просто подводящий к этому тоже недели были и собственно в чем интересно когда я занялся силовой работой рука то у меня уменьшилась до 52 вот и только я когда приехал оператор мы начали как раз вот вкачивать руки и вот он еще остался то есть в течение двух недель у меня рука снова вернулся 54 то есть это о чем говорит что силовой на силовом тренинге лично вот у меня например да у меня объемы спадают вот потому что если посчитать то количество повторений и общий объем который я делал смог когда объемный тренинг собственно делали вот то нагрузка на мышцы в разы больше чем если ты сделаешь там не знаю там пусть даже там пять по три на силу а потом пару еще минут покидаешь гантельки и уйдешь домой к чему это все виду раз это работает на натуралов тогда это сто процентов должно работать на химиках потому что разница между натуралом химиком лишь восстановление а потом под восстановлением я понимаю то есть естественно что вы кушаете больше у вас синтез белка лучше за счет препаратов то есть усваиваемость его выше мышцы растут лучше само восстановление лучше правильно правильно отсюда какой вывод получается раз это не те люди то что мы есть вкачиваться то есть там не поставишь машину здесь поставим то есть суть то какая то что получается то что на силовом тренинге как бы у меня должны быть тоже был должен быть прирост а у меня спад пошел на силам тренинги никаком приросте вообще речи ты не шло теория то одно практика это совсем другое есть исследование брали спортсменов они соглашались на инъекции тестостерона не спортсменов а людей брать и вроде бы там за месяц или два ничего не делали у них 3 на 3 килограмм мышечной массы увеличился но опять же я хочу заметить что брали то во первых обычных людей клэк клерков там или еще кого-то да у кого не было физической работы то есть по факту у них мышцы находятся в атрофированном состоянии то есть у них мышцы на что способны поднять ложку вилку вот на бицепс да там но возможно может быть пакет из пятерочки там донести я образно говорю они же не натренированы были то есть они были в состоянии как говорится деформации и когда им кололи то есть вот у них эти три килограмма приросло но дальше бы роста все равно не был то есть это о чем говорит что если бы взяли спортсменов и они бы не тренировали сидели дома им бы кололи у них бы ни хрена не выросла по мышечной массе вот отсюда мы какой делаем вывод что колитесь вы или не колитесь нужно приклад прикладывать усилий для того чтобы мышечная масса росла а вот уже какие усилия то есть если вы Вы хотите руку, например, 45, это, например, один уровень усилий. Хотите руку еще больше, вам еще больше напрягаться надо. Руку за 50, да, вам еще больше напрягаться надо. А суть-то еще какая? А выдержит ли ваш организм это все или нет? Вот еще в чем вопрос. Важно еще это все переварить, восстановиться и так далее, тому подобное. Нагрузка же на организм, она возрастает просто в геометрической прогрессии, особенно если прогресс быстрый. Если вы новичок, естественно, да, любая нагрузка на вас будет сказываться, особенно силовая, в каком ключе, у вас нет базы. У вас, например, спина, грудь, ноги, да, там мышц мало. И когда вы тренируете базовые элементы, конечно, у вас больше мышечная масса перерастет, но это в начале. И представьте, вот вы тренируетесь лет 5 на 7, да, вот вы тренируетесь, тренируетесь, все равно у вас будет плата. То есть вы достигнете, ну, например, там руки, я не знаю, там 44, к примеру, 45. Все, будет плато. Когда я говорю про пампинг, это в моем понятии, это не значит, что вы берете вес на 30 повторений делаете, нет. Когда я говорю про пампинг, это значит, что в этом состоянии вы поддерживаете, например, определенный промежуток времени рабочую мышцу. То есть, к примеру, качаете его бицепс. Вы поднимаете вес в диапазоне повторений где-то, ну, от 8 до 12, с короткими промежутками отдыха. Естественно, да, на протяжении определенного времени будет мышца уставать и забиваться, и можно веса чуть-чуть снизить. Но это не значит, что, как говорится, вам не тяжело. То есть у вас большой объем тренировочный, на протяжении которого происходит памп, что и есть ощущение, что вы попадаете в целевую рабочую мышцу. Вот. И веса средние. Они не маленькие, они средние. Но не возьмете вы реально огромный вес и с ним, чтобы прям вот в интенсивном, ну, как говорится, режиме работать. Вот я о чем говорю. А будете вы поднимать 3 повторения, на рабочую мышцу это нихрена вам не даст. А те, кто говорят, что, так сделай 10 повторений, ой, 10 подходов там или 15 по 3 раза, это тоже будет объем. Ну, в каком-то ключе, да, но это не сравнится с тем объемом, если вы возьмете, например, вместо 100 килограмм с читингом на 3 раза, вы возьмете 50 и сделаете на 10. И сделайте также эти 10 подходов с коротким промежутком отдыха, и вы еще успеете другие сделать упражнения. Нагрузка на сами волокна, ну, мышечные волокна, она будет выше в разы. Вот. То есть силовые, они нужны только в самом начале. И опять же, для чего? Когда я тренировался на силу, я тренировался не для того, чтобы мышцы накачать. Мне хотелось просто результаты в каком-то движении поставить. На натуралах работает силовой тренинг, он должен на химиках тогда работать, по логике. Но это же не значит, что если я сейчас буду поднимать, там, 120 на 3, там, в грязной технике у меня бицепс 56 станет. Так что, друзья, думайте сами, а мы отправляемся тренироваться. Андрюша, где твой Равис? Сына своего, короче, не легкий. И когда в сентябре он вымортил, короче, за год. Чисто вот так Андрюха на 1 сентября тоже топал. Вообще не хотел, когда музыку слышал, просто сразу хотел реально на дурнички погуляться вместо 1 сентября. Что сегодня, короче, закидываем на 1 сентября? Что у нас сегодня в РАНЦе? В сентябрьских октябрях. Что у нас сегодня в РАНЦе вместо учебников? Значит, это пособие, как накачать крови в мышцы, называется аргинин. Пособие, как, значит, взбодрить свою центральную нервную систему. Ну, ОБЖ, короче, это мезоморф. Ну и вот, значит, что тут, монстр энергии. Какой-то взяли, мы такой тоже не пробовали, NetJuice. Молодчик, окнягиня. Окнягиня, да. Возможно, еще синокс закинем, но это чисто, я говорил, замена эки, то есть эфедринка, финиф. Так скажем, на продленку, там сказали, чтобы сил хватило. Я просто не знаю, тут еще по факту запивать это все, как бы, нам не хватит. Я, может, просто вместо мезика вон синокс кину и все. Честно, аргинин по вкусу. Там кто-то, кстати, писал, написано, что это из Германии, как бы, да. Но реально, возможно, там это делается. Но мастер Германии. Но там, кстати, сказали, что заводы в Белоруссии стоят. Я когда об этом услышал, что-то прочитал где-то. Он сразу снова унитаз, короче. Не, ну честно, вкус, ну вкус, это просто такая, короче. Не описать словами, не облизать губами, реально. Сейчас молочком шлифанем, как бы. Прошло. Когда ты занюхал, реально. Мне кажется, Володя тебя уже смотрит с удовольствием, реально. Да, кстати, неплохой вкус. А что у нас там по силе, там по выносливости? Боевой дрон Марк 9. Навыки хакера плюс 96, хитрый заломщик, плюс 89. НЗН, он, я. Открой Берсерка, и вот эта залубка неплохая, реально. Давай мне, мизик, нам. Я лучше синакс две таблетки кину. Короче, я по лайту, но сами видите, аргинин, он вообще безвредный. Чисто по сосудам пробежаться, значит, вот. Синакс, это эко, в легкой форме. Что-то там цедра апельсина, короче, какая-то выжимка, короче, из какого-то фейхуа и все такое. Каковы у тебя ощущения, что не нужно сейчас реально в школу и все реально, и можно спокойно позаниматься? Рад, вот честно? Честно, да, я как вспомню, как надо было это все делать. Вот. Ну, как сказать. Я рад, но мне сегодня на работу в ночь. Так что все равно какие-то обязанности. Вот если бы... Единственное, что я, знаете, ценю. И советую тем, кто еще не на работе или учится где-то. Вот цените время свободное, которое у вас есть. Потому что дальше у вас обязанности будут, они будут, как снежный кон, наваливаться на вас. И уже так, как раньше, вы не сможете жить. То есть, когда реально прям вот ты свободен и ты позанимался там, да, в свое удовольствие вот это все. То есть, почему мы еще качались-то долго? Ну, потому что на уроке мы, так говорится, забивали. На обязанности забивали, короче. Если были классные часы, кого... Двоих человек, короче, на классных часах постоянно не было. Как вы думаете, кто это? Это реально, это Саня Бархиалис, короче, и я. Нас постоянно искали, где мы. А мы, короче, либо реально за школу на турниках висели, если еще могли нас заметить. Нас оттуда вытаскивали на классный час. Если нет, ну, потому что мы уже потом допетрили, мы уходили подальше. Ну, да. Или у Юрия Ивановича, короче, в каптерке закрылись там за гантелями. Он нас не выдавал в свое время, что мы там у него сидим. А нас искали. Я вспомнил, кстати, историю сейчас. Мы, короче, был труд, я помню, седьмым или шестым уроком. Вот. Я что-то решил реально болт забить. Мы пошли, короче... Оставь камеру туда. Мы пошли к Юрию Ивановичу. В каптерочку, короче, внизу. Там было два зала. Внизу снарядная была. И наверху был зал спортивный. Там же железо было. Пока не пришел Росатом, я не отобрал у него все железки. И не закрыли его контору. Короче, с Андрюхой пришли на перемену вкачаться перед трудом. Перетрудились, короче, и не вышли оттуда. Да, и мы решили что-то вкачаться, реально. А потом перемена прозвенела. Я такой говорю ему, да ну его нахер, короче, это трус. И мы, короче, реально качались прям Юрия Ивановича. Мы там какую-то доску выпиливали, короче. Я помню, какую-то глупую там. Что-то мы там делали такое, короче. Вы же знаете, нас там по парам разбивали. И вечно мы возьмем с ним, что-то начинаем делать. То, короче, пилка крякнет. То ножовка там, короче, что-то он не так там сделает. В общем, ты лучше запивай, не тратить. Потому что тебе не хватит. В общем, так и жили потихоньку. А Юрий Иванович там урока. Он такой, эээ, пускай. Мы ему сказали, да Юрий Иванович, да у нас нет урока. Он такой, а, ну занимай. Сейчас дядя Саша грузанется, мезиком поговорить. Так ты аргинин-то закинь, ну, по-братски. Сколько ты выпил одну? Да. Ну, я еще выпью, если останется, чем запивать. Я просто оставил себе. Просто, блин, надо воды как бы купить, а вообще сейчас баба нет. Да мы, честно говоря, пошли, на миле оказались. Потому что оператор забыл деньги. Мы чисто у него из дырки, короче, в заднем сидении выгребали, ну, бабкину. Закидывали. Монеты чисто, да. Кстати, друзья, по поводу, да, усвоения, короче, аргинина. Да ты выплевываешь половину. Он через нос хотел попробовать сегодня. Потому что через нос, через слизистый лучше заходит, наверное, реально. Особенно после московских-то клубов. Сами понимаете, у него ноздри-то еще те прожженные, ну, временем, ну. Его ж потрясывает. Ну, такое санье, не могу это пить. Ну, реально, вкус, честно, кто пробовал, отпишитесь, кто пробовал безвкусовой аргинин от Макслера. Мерзота просто. В натуре отравы еще там. Я не могу людям, он смотрит, кто-то на 1 сентября, ну, смотри, мужчины смотрят на нас. То, что ты обдолгу, что реально. Что говорит, такое вообще на 1 сентября, дядь. Просто реально тут рядом школа, и тут очень много машин. Ну, сейчас покажем, пока оператор закидывает. То есть, вот, наверное, видно, да, что вот этот ряд, вот, там просто все забито. Поставить негде вот за этой коробкой уже сразу школу. И там сейчас линейка и все дела, короче. Люди проходят. А брахиалис тут закидывает, короче, говнеца себе на вену. Сами понимаете. Ты все ушатал ее полностью. Прожигает, прожигает, слизистый. Ты ее прям полностью ушляпал, но. Не, не пошли. А, ну мне еще хватит на черпачок это. Я через силу пью, но потому что... Ну, вкус хороший, да? Not bad. Да, я запью вот этим лучше, чем... Вот, на самом деле, когда безвкусный пьешь, что-то, да, порошочек. Самое главное, чтобы был, чем ты запиваешь, самый концентрированный. Такой прям, реально, кислотный, лимонный какой-нибудь вкус такой. Кислый, да, чтобы ты прям вообще реально затмил, но. Заливай вот этот. Ну, дядя Саша еще, так скажем, тоже, может, закинется. Я скажу, чтобы воткнуло. Какая же она реально отвратная. Это просто жесть. Безвредная, но отвратная. Вообще, надо бы по три черпака он какой-то, честно. Лучше за говно, я не могу это пить. Да ты уже ушатал, не можешь. Я не могу это пить, потом еще, ну, ложечку еще. Ложечку, ну, и, честно, надо вообще по три ложки закинуть, потому что дозировки там маленькие, реально. Производители энергетиков, если вы будете это смотреть, добавляйте сюда аргинин всегда. Потому что качки будут их точно затаривать пачками. Желательно в большой дозе. Андрюха сейчас открыл производство, кто-то сейчас золотится после этого ролика. Ты, кстати, такой вопрос, хотел бы свою марку энергетиков? Да я же говорил как-то, что я уже планировал давно. Притеренцию сделать? Как и свое, ну, небольшое место, где качаться, сделать. И у меня просто не получилось. Вот, и зал, ой, зал, это свой притерен. Все, что мне надо, чтобы сделать бицепс за полтинник. Основая палка, жгут, ржавая железка, притерен. И вот так вот. Делаем авторский протонировочный комплект. Как назовем горилле пойла какой-нибудь, я не знаю. Делаем авторский протонировочный комплект. Горилл. Заказывали бы притренд от Андрея Смаева, реально. Да ты что, гонишь? Напишите обязательно. А мы погнали тренироваться. В общем, начнем с чего. Мы пока в суете, там бегали, прыгали, искали, все дела. Забыли, короче, резину. Поэтому сегодня упражнения будут в основном собственным весом. Начнем, короче, с трицепса просто на объем 200, короче, отжиманий Ганнибала, бахнем. Но это не говорит о том, что пушечки мы не вкачаем как следует. И опять же, вот еще одно маленькое уточнение по поводу объемных тренировок. Допустим, даже если где-то вы можете сделать больше 10, и вы скажете, ну это же не на мышечную массу, если я делаю на 20. Сделайте вы первый подход близко к отказу, допустим, 20-25. Короткий промежуток отдыха, и следующий подход вы уже 20 никак не сделаете. У вас как раз и будет выходить диапазон повторений в районе 10. И вот в таком вам напряжении нужно закисляться регулярно, чтобы у вас выходило в районе десятки. Даже то, что было для вас поначалу легко, потом легко не будет. Особенно, если вы будете в верхней точке, в нижней, да, везде прожимать, все качественно сокращать. Субтитры сделал DimaTorzok Да нет, а что у тебя есть? Просто кустер интересный, реально, мне мама ее подарила, мне 14 лет, по-моему. В итоге на маленького пацаненка была кофта, в итоге сейчас Андрюха меня гоняет, реально в свои батоны, реально в ней кладет. Друзья, кстати, вот еще вариация одна от оператора. Смотрите, как идут локции, они идут не вниз, а в стороны. Самое главное проваливать глубоко, чтобы прям предприятие... Единственная проблема, что у нас опять, короче, по времени получается проблема. Запись осталась минут 30. То есть работает еще, конечно же, от такого внешней головки 30. Ты можешь на линейку пойти 30, там показать, реально. Вот бы это. Первое упражнение, прям трихон прогорел. Я не знаю, сколько мы подхода сделали, мы там не все снимали. Ну, короче, я не буду говорить, что мы прям 200 сделали, но что-то за сотню точно вышло, там в районе 150 где-то. Вот здесь обычно мы как делаем? Мы делаем вариацию, тоже локти в сторону обязательно. А я хочу попробовать сейчас обратным хватом и локти в сторону. С хватом мы, так сказать, поэкспериментировали. Вариация упражнения такая же, как и в прошлый раз. Сейчас просто беремся, либо чтобы кулак был между вашими руками, либо прям узко. И вот в этой позиции, когда мы находимся, вот мы схватились, мы разводим не под себя, вот назад, а вот так в сторону, вот. Из-за этого, из-за того, что хват узкий, растягивается очень сильно длинная головка. И также, вот, конечно же, вот в эту связку, в медиальную, внешнюю бьет очень хорошо. Сейчас вот он испытает, я думаю, все прочувствует. Давай, залази. Трихан реально жаждет немножечко молочка, поэтому мы сейчас шлифанем реально и с новыми силами бахнем. Просто реально все эти немножечко, как пытки. Если тяжело и больно, значит прикольно. Локти всегда старайся в сторону. И мы... А прямым, да? Да, да, да. И старайся провалиться. Мы так делали, вроде, не? Ну, мы не так узко брались. И проваливайся, старайся прям попой касаться земли. Во, отлично. Прям вообще тип-топ. Еще старайся. Прям в сторону. Чем вы лучше разведете в сторону, тем лучше у вас будет напряжение на трицепсе. Ой! Ё-моё! Он, походу, реально приход словил парень. Хорошо, хорошо втыкается. Видно, что Трихан, походу, у него реально отмерно. Тритрихан просто умер. Добивай вот так, да. Во, хорошо. Так, ну-ка, давайте волокон здесь. Мело моё. Ты откуда такой вырос? Знаешь, как будто вот под... Прям под голову вот так вот. Ну, ты почувствовал, да? Да, not bad, not bad. Амплитуда хорошая, просто у тебя локти впалил. Чем все больше, да, опускаешься, тем максимально. Ебой, ебой. Надо еще стараться вести как бы спину, чтобы она не прогибалась. Просто у нас далеко находится вот этот забор. Но стараться, чтобы спина была перпендикулярна, короче, к плоскости, где вы руки квозите. Пацаны, еще небольшая заметочка. Держи, я пойду. Сейчас скажу. Небольшая заметочка, короче. Я заметил в Сарове, когда вот чисто малыш какая-то проходит на улицу, да? Ты на нее посмотришь, короче, вот так. Взглянешь чисто, и она на тебя, соответственно, да? Это изнутрики не резалотно. Потому что ты симпатичный такой подкачанный парень. Конечно, девушки обращают внимание. Это как бы грех отрицать. И вот я заметил в Москве, ты на нее посмотришь, она улыбнется. А в Сарове ты смотришь на девочку, бам, она сразу подворачивается просто. Вот такое замечание, конечно, вот. Вот, поэтому девушки в Сарове, кто смотрит, обязательно будьте более раскрепощенными, вот. И парни будут к вам гораздо чаще приходить. Да, они не возвращают консервативный город, реально. И реально будут больше знакомиться с городом. Поэтому чисто вам заметно. Ситуация такая, что мы сейчас кого вспоминаем? Старина джууса, короче, сочного, сочного, реально. Лысого. Не раз, короче, мы его вспоминаем. Лысого джууса, джууса. Сейчас делаем отжимания, они так и называются. Отжимания джууса. Есть отжимания гнибала? Чуть подальше только. А есть отжимания джууса? Мы решили трихон дошлифовать на резине, так скажем. Он делал прям на асфальте, на жестком, и на резине уж. Мы не такие жесткие. Это как тегер-пушат, только с кулаков, чтобы вы понимали. О, это прошло. Он с нихера он придумал, он делал раз по 40 за подход. Суть какая, да, друзья? Поскольку тот упирается в эти части. Но в зависимости от того, как вы локти разденете, нагрузка падает. А сейчас у него локти по 45 градусов. То есть равномерная весна и внешняя, внутренняя работа головка. Кстати, сейчас я слушаю джуус ворлд, как ни странно. Отжимания джууса и песни джууса, короче. Он уже ушел из нашего мира. Ну, ему все равно приняли. Ну, он реально был крутой чувак. Его лейбл просто задает. Субтитры сделал DimaTorzok. Реально джуус придумал тему. Вот я ему реально первый раз, кому я передаю привет, походу, это джуус. Я его всегда смотрел, всегда уважал этого. Реально бисквиты этого черного. Вот. Потому что я, опять же говорю, кому интересно найдет. Вот мы сегодня пересматривали с Брахиалисом. Он же еще на стройке тоже работал. Он там в каске, в обеденный перерыв. Подтягивается на желобе, из которого цемент вот вытекает, падает. И я еще видел видео где-то старое, где он на почте отжимался в обеденный перерыв. Там он конвейер с посылками, и он делает. Короче, пацаны, несмотря на обстоятельства, реально, понимаешь их всегда везде. Я помню, мы с отцом работали. Я, отец, Толян и Крестный. Вот они втроем обкладывали коттедж какого-то мужичка богатого. Я мешал цемент и разносил. Ну, то есть мешал, разносил он цемент, раствор. И кирпич растаскивал. И вот в обеденный перерыв мы сделали леса самодельный. На углу дома, то есть получилось как палка на палку. И вот между этой вот рогатиной я отжимался, отбросив. И в доме там жарко было. Отставить его. Локти под 45. У вас работает как бы хорошо эта часть диеты. Если под себя более узко делаете, тут же на выжимку, когда вы опускаетесь, у вас работает длинная. На выжимке больше работает внешняя. А широко, то же самое, на опускании длинная. На выжимке внешне. А вот под 45 самый оптимальный. В общем, добили мы, сколько еще, 5, наверное, подходов не стали снимать. Ну, короче, примерно везде получилось за сотку. То есть в районе где-то 300 повторений. Сейчас начнем биться. Стандарты сейчас начнем здесь. Набьем 100-150 повторений. Локти могут ходить, но чтобы вот дальше вот этой параллели локоть сам далеко не уходил. Это первое. Второе. Вариативность. То есть узко делаем 10. Вот. Можно потом вот так. То есть, опять же, просто разные участки работают. Стоим на пяточках. Отвели назад ягодицы. Стоим на пяточках. Стоим на пяточках. Стоим на пяточках. по себе скажу что здесь надо смотреть в какой как бы глубине он отжимался то есть если глубина была хорошая то есть вот ну как положено тогда понятно я не скажу не хочу никого тоже обсирать ну просто возьмите два стиля глубоко отожмитесь как положено до грудь до провалом так сказать плеч вперед хотя многие говорят что это не подходит вот так и в этом прикол опять же зачем-то добрать такой вес да если у вас физически на плечи трескаются и делать тогда в поламплитуды то же самое как взять жим лежа не до груди опускать а поставить стойки вот эти как вот вы ложитесь между стойками эти палки просовываются и допустим поставить вот до сюда же не до сюда где у вас хрящ нет от большого веса оторвется что-то а вот до сюда и тогда жимка на 30 получается все-таки брусья это в чем проблема специфики брусьев то что штангу как каким хватом не возьми все равно нужно коснуться груди пусть даже в отбив это это больше будет считаться на брусьях вы можете даже полную амплитуду сделать но если у вас есть стоит на месте и вы делаете кивок например это совсем другое движение она конечно тяжелый даже если с весом но это не движение механическое как притяжение земли что вниз вот так вот вы опускаетесь вы должны это понимать тоже я не смотрел как он делал честно не смотрел я думаю что хороший в идеальной техники вот прям с провалом но или и вряд ли кто это сделать 100 на 100 но не сделать не в подтягиваниях не выжиманиях на брусьях очистить и сотки потягиваться чем но максим что делал 100 на 10 вот когда сейчас были силовые циклы вот последний раз когда говорил что делал ну за тренировку стабильно у меня выходил 30 то есть я делал я лестнику делал я делал ну когда они даже не до 10 же это я потом на пик когда вышел а так у меня был например 8 7 6 5 и вот пока до 30 в сумму куда ну да или например 9 7 6 5 4 вот так вот вниз где-то в сумме ну вообще максимум полтинник был максим это прям вот вот прям чисто чуть короче кадык не вылетал но это прямо как говорится больше уже вы будете либо прям вот так вот как сопля там вонючая болтаться либо у вас будут вот эти вот рывки там всякие дергание ногами это все не то уже надо мною тишина надо мною тишина надо мною тишина ненаполная огня свет проходит сквозь меня и я свободен вновь я свободен от любви от вожди от молши от предсказанной судьи И если никакой от зла и отзыва В моей душе нет больше места для тебя